Добрый вечер, уважаемые телезрители. 17.50 на студийных часах, четверг, обычное время, мое время. Сегодня в гостях никого не будет, поэтому общаемся с вами. По ходу моего рассказа звоните, пожалуйста, задавайте вопросы. Телефон прямого эфира у нас не меняется. 737-7310. А поговорить хотелось бы вот о чем. Сегодня состоялась большая пресс-конференция нашего президента Петра Алексеевича Порошенко. Есть несколько вещей, которые меня поразили. Во-первых, давайте для понимания. Прошло 100 дней с того момента, как мы выбрали Петра Порошенко нашим президентом. Случай в Украине из ряда вон выходящий. Это первый раз, когда президента удалось выбрать в один тур. То есть в один тур больше 50% из тех, кто пришел на выборы, проголосовали за него. Кредит доверия громадный. Когда мы выбирали Петра Порошенко, мы понимали, что мы уже находимся в состоянии конфликта с Российской Федерацией. И то, что Петр Порошенко делал на международной арене, импонировало той части украинцев, которые, скажем, как сейчас принято говорить, патриотических взглядов. И это, пожалуй, перевесило чашу весов однозначно в его пользу. Но то, что сейчас сделал Петр Порошенко на международной арене, не вызывает сомнения. Это большие достижения украинской дипломатии и его как президента. У Украины никогда не было настолько хорошие отношения с Соединенными Штатами и с Европой. Более того, когда начинался конфликт, все аналитики приходили к тому, что в Европе Российской Федерации удастся достаточно на серьезном уровне блокировать сближение с Украиной. И говорили, что, скажем так, в кармане всегда у российской дипломатии окажется около 10 стран, которые будут удачно противостоять продвижению Украины. Не удалось россиянам. Можно на сегодняшний день только отметить достаточно сдержанную и прагматичную позицию Франции и Германии, которые каждый раз соизмеряют очередной шаг против России, очередной шаг в направлении санкций с тем, что они теряют с тем, что они проигрывают. Кроме этих двух стран и их сдержаны политики, позиции, можно, пожалуй, еще назвать примерно такую же позицию в Чехословакии и Венгрии. Вот, пожалуй, список и закончился. Для Российской Федерации это безусловно потери. Но и тут, да, закончим с положительным. Скажем, что Петр Алексеевич добился много чего хорошего на международной арене. А вот что касается внутренней политики, у вашего покорного слуги очень много вопросов. Ну, давайте начнем с того, что стремление в Европу, стремление к европейским ценностям — это нормально. И те, кто там достаточно давно смотрит одесские телеканалы, знают, что я сам человек проевропейских взглядов, мне очень близки демократические ценности. И я бы очень хотел еще пожить, скажем так, в Украине, которая будет членом Европейского Союза. Но стремление к этим ценностям, стремление к демократии, стремление к тому, чтобы отстаивать свое государство и ценности вот эти вот самые внутри государства — недостаточно. Есть вопросы экономики. Так вот, в вопросах экономики, в вопросах внутренней политики, на мой взгляд, и у президента, и у премьер-министра достаточно много просчетов. Ну, начнем с того, что ситуация известная, и она разворачивается, ну, давайте говорить так, с февраля месяца. В запасе была вся весна и лето. На сегодняшний день заканчивается сентябрь, то есть заканчивается летний период, и мы понимаем, что государство не готово замещать энергоносители, которые мы получали с Российской Федерацией. Российская Федерация в условиях конфликта, естественно, нас ими шантажирует. Несмотря на то, что у самой России проблемы, продолжается снижение мировых цен на нефть, сегодня достигнута отметка 96 долларов за баррель нефти. Для того, чтобы вы понимали, насколько это серьезно для нашего северного соседа, можно сказать, что бюджет 2015 года в Российской Федерации посчитан, исходя из цены на нефть, не ниже 100 долларов. То есть, соответственно, вот эту разницу им уже придется покрывать. Или из собственных золотовалютных запасов, либо прибегать к заимствованию. Заимствование — это всегда дорого. А для Российской Федерации это еще и серьезная потеря авторитета. Во всяком случае, в свое время, когда Советский Союз получил подобные санкции, они, правда, в других цифрах измерялись в 1982 году, все пришло к тому, что Советский Союз вынужден был прибегать к заимствованиям, вынужден был прибегать к покупке зерновых на международном рынке. И это очень серьезно пошатнуло и авторитет, и позиции страны. Нечто подобное, судя по всему, ждет и Россия. Но нам-то от этого не проще. Поэтому не надо быть большим аналитиком, чтобы понимать, что повышение цен на тепло, повышение цен на газ, это может быть не последним повышением, и об этом пока не говорят. Не надо быть большим аналитиком, чтобы полагать, что у нас зимой могут ждать верное отключение света. Потому что электроэнергии, судя по всему, тоже не хватает. Критика нашего правительства в том, что мы производим электроэнергию больше, чем потребляем, и почему ее не будет хватать, на мой взгляд, несостоятельна. Дело в том, что мы ее поставляем в различные страны, эту самую электроэнергию. Там контракты долгосрочные, и мы не имеем права нарушить контракты, потому что это нам же обойдется еще дороже. Увы, это правда. И самое главное в бизнесе и со стороны страны, и со стороны бизнесмена, это держать слово. Прошу прощения, но пересохло во рту. Так вот, идем дальше. Что же у нас сделано в экономике? Да ничего. Все это время, о котором я говорю, не начаты фундаментальные реформы. О них постоянно говорят, постоянно в этом есть какая-то задержка, необходимость. Сначала надо было выбрать президента, теперь мы выбираем парламент. Но правительство-то Яценюка работает уже давно, и реформы, которые необходимо проводить, уже могли бы быть написаны и хотя бы обсуждаемы в обществе. В обществе сейчас обсуждается одна проблема. Проблема войны и мира. Поэтому, поддерживая правительство, а тем более я обращаюсь к тем телезрителям, которые не поддерживают, мы должны понимать, что на сегодняшний день уже очень-очень много потеряно времени. И когда Петр Порошенко был в Соединенных Штатах, был первый вопрос. Что происходит? Почему нет реформ? На что, на мой взгляд, достаточно неубедительно Петр Алексеевич ответил, потому что война и не идут инвестиции. Как инвестиции относятся к реформам, ваш покорный слуга не понимает, даже будучи экономистом. Инвестиции, да, необходимы для развития страны, но реформировать экономику надо без инвестиций. Это чисто наши внутренние дела. Надо высвобождать громадный, просто громадный аппарат налоговой инспекции, налоговой милиции. Налоги должны стать просты в уплате и просты в обслуживании, что позволило бы высвободить всех этих людей и этим самым оборщить бюджет. Да, были бы проблемы, что тем же налоговикам надо найти работу, но что ж, такое бывает в государстве. Государственная служба не вечная. Надо идти к децентрализации власти. На сегодняшний день функции областной государственной администрации и функции областного совета практически дублируются. Какой смысл держать аппарат там и аппарат там? Необходимо проводить реформы, оставлять око государевое, я имею в виду обл. госадминистрацию, на уровне минимального количества людей, а местным органам самоуправления, то есть областному совету, передавать полномочия, чтобы они нормально работали и развивали регион. Этого всего не делается, и на это давайте будем обращать внимание. С этой темой я бы закончил. Следующая тема. Тема выборов. Сейчас уже мы видим по билбордам, по плакатам, по рекламным программам, кто баллотируется. Самый главный вывод из этой избирательной кампании. Такое громадное потрясение для страны, как Майдан, к сожалению, не родил новых лиц. У нас есть старые лица в новом качестве. То есть можно говорить о Лешко, который вдруг стал невероятно популярным политиком, и на сегодняшний день уверенно проходит Верховную Раду со своим списком. Что для меня не явилось, скажем так, чем-то неожиданным. Господин Лешко топчется на электорате Партии Свободы, и те голоса радикально настроенных людей, которые получит он, недополучит Партия Свободы. Вы увидите, что эти две политические силы на двоих легко собирают порядка 10%, но не больше. Да, в украинском обществе действительно примерно такое количество радикально настроенных людей. Что остальные списки? У нас, скажем так, от сил Майдана идет блок Порошенко. Там невероятно мало новых лиц. Идет блок, скажем так, премьера, премьер-министра и главы Верховной Рады. Блок на двоих Яценюка и Тручинова. Там из новых лиц мы видим внимание командиров батальона. Первым номером в списке Тимошенко является наша летчица, которая незаконно удерживается в Российской Федерации. Я с большим уважением отношусь к тем, кто защищает нашу Родину, с большим уважением отношусь к тем, кто воюет. Но скажите мне, пожалуйста, воевать и писать законы, развивать государство – это одно и то же? Я думаю, что достаточно было бы одного специалиста, ну пусть трех специалистов, но специалистов не просто в военном деле, а специалистов со знанием законодательства военного, которое действительно у нас в стране надо очень сильно менять. Кстати, по этому поводу сегодня президент на пресс-конференции привел пример, который меня просто поразил. Если вы там не будете смотреть пресс-конференцию в полном составе, я перескажу его. Петр Алексеевич сегодня заявил, что для того, чтобы одеть наших военных в термобелье, это такое специальное белье, которое очень серьезно облегчает жизнь человека в походных условиях. Оно содержит температуру, помогает гигиене и так далее, и так далее. То есть оно принципиально разработано для этих нужд. Так вот, для того, чтобы просто закупить Министерство обороны это белье и раздать людям, надо сначала это белье, а теперь, внимание, поставить на вооружение. А для того, чтобы поставить на вооружение, оно должно пройти полугодовые испытания. А только потом встанет на вооружение, а только потом его можно закупать. То есть, если действовать по старым законам, наши ребята, не знаю, должны будут мучиться вот еще порядка года. Естественно, это все надо менять, но это не может менять уровень командира батальона. Надо понимать, что туда должны идти люди с политическим видением, с гражданской позицией, но с гражданской позицией не на уровне с оружием в руках. Оружие этих людей должна быть шариковая ручка знания и умения писать законы для того, чтобы государство развивалось. В Одесской области и того хуже. Ни одного нового лица Майдан не предложил сейчас в качестве кандидата в народные депутаты. И тут все лица известные, которые боролись за то, чтобы заниматься политикой в старое время. Вот из майдановских лиц, пожалуй, только Александр Остапенко, но его нельзя назвать новым. Он депутат городского совета, глава фракции фронта ЗМИН в городском совете. Это опытный политик, который идет и будет бороться, не имея, скажем так, финансовых дополнительных ресурсов. Я не хочу никого критиковать. Я хочу обратить на это внимание. И вот почему. Вы знаете, приход к власти Виктора Януковича многие связывали с тем, что после 2005 года, когда за год не было никаких реформ, через год уже Майдан не праздновался, а через два даже забыли день победы Майдана, господа Ющенко и Тимошенко, многие говорили, что приход к власти Януковича обусловлен громадным разочарованием. И если разочарование 2005 года стало причиной прихода к власти Януковича с товарищей, то к чему же нас может привести разочарование 2014-го? Этого мы допустить не могли. На мой взгляд, почему это произошло? А вот почему. На сегодняшний день Майдан и антимайдан из плоскости спора, диспута, обменами мнений превратился в религию. То есть вот просто произошло разделение свой-чужой, наш-не наш. И если наш делает ошибку, то мы эту ошибку не замечаем. Этого не должно быть. Даже выиграв такую большую и кровополитную революцию, которую сейчас называют революцией достоинства, тем не менее нельзя оставлять без критики тех, кто оказался у власти. Тем более, что эту власть им дали люди. Петр Алексеевич был на Майдане, Яценюк бывал на Майдане, Турчинов бывал на Майдане, но они не смогли возглавить Майдан. Потому что Майдан — это было массовое движение людей. И, кстати, еще один довод к этому — это именно то, что так мало личностей этот Майдан родил. То есть те, кто были у власти, пусть они были противниками Януковича, они у власти и остались. Вот эта смена политических элит, как принято называть, не произошла. Те, кто идут сейчас вместе с перечисленными блоками во власть, вот эти вот самые новые лица на уровне командиров добровольческих батальонов, они не смогут составить конкуренцию в тяжелой внутренней политической борьбе. Ведь мы же понимаем, что партии борются не только друг с другом. Внутри любой политической силы постоянно идет борьба за лидерство. Политика — это вообще постоянная борьба. И какой бы патриот, умный, честный человек ни был этот командир батальона, его, как на политическом сленге, как говорят, съест любой Турчинов и любой Яценюк. Потому что они уже на этом Олимпе, они туда сквозь эту борьбу поднялись, и они прошли тот естественный отбор, и они обладают определенным арсеналом средств, умений, знаний, для того, чтобы и дальше выигрывать в этой самой конкурентной борьбе. Поэтому, несмотря на то, что мы ожидаем этих выборов для того, чтобы заменить тот состав Верховной Рады, который на сегодняшний день существует, мы получим, и я легко это прогнозирую, самый непрофессиональный парламент со времен независимой Украины. К чему это может привести? Непрофессиональность парламента может привести к тому, что власть будет дальше консолидироваться в руках опытных политиков. Дальше произойдет еще больший отрыв политиков от народа, потому что новые лица должны были бы эту связку связать, сделать. Более того, новые лица, даже если бы они не сами писали законы, лоббировали законы, проводили бы законы в парламент, они бы обладали мощной возможностью контроля. На сегодняшний день этого мы не видим. Давайте посмотрим на кандидатов от Одессы и Одесской области. Это все те же лица. В партии Тегибко, это там, допустим, Свердланов, Абрикант. В оппозиционном блоке это Николай Скорик. В блоке Порошенко это Гурвиц, Куриной. Там же Палец, который тоже опытный политик. Сейчас он, собственно, является народным депутатом, до сих пор, будучи губернатором. И он туда же попал. Ну, можно добавить Гончаренко, но Гончаренко тоже опытный политик. Он был депутатом городского совета, сейчас депутат областного совета, глава областного совета. То есть новых лиц нет. Это лица, которые умели бороться за власть и при Ющенко, и при Януковиче, и борются за власть сейчас. Массы не получили новой возможности, обратной связи с власть-предержащими. Теперь давайте объединим этих две темы вместе, и что мы получим. За полгода, да, есть проблемы во внешней политике, но реформы не начаты. Нет той самой необратимости начала реформ. Пусть бы они были с каким-то перекосом, медленно. Пусть даже была бы потеря качества этих реформ. Но они уже должны были быть начатыми. Сейчас, к сожалению, этого нет. Давайте теперь добавим, что на выборы идут или люди, которые уже были у власти, либо очень непрофессиональные люди. И добавим то, что во главе всех политических сил, то есть во главе большой-большой торговли, будут находиться те, кто уже сейчас у власти. Те, кто у власти реформы не начали, они же придут к власти. И тогда становится большой вопрос, зачем они придут. Чтобы начинать реформы, которые полгода не начаты. Это большой вопрос. И надо рождать критическое мышление тех, и прежде всего тех, кто поддерживает идеи Майдана. Потому что без этих самых реформ, направленных на искоренение коррупции, направленных на другой подход к государственному строительству, а самое главное, другой подход к распределению денег, нам Европы не видать как собственных ушей, несмотря на все наши стремления, несмотря на все наши демократические ценности. Вот такая история. И история следующая, которая касается выборов. На сегодняшний день лидеры гонки, это блок Петра Порошенко, разные социологические опросы называют разных. Ну, я скажу то, что мне ближе, по моему пониманию. От сил Майдана наверняка пройдет блок Порошенко, причем я думаю, что где-то треть голосов не меньше получит. Далее наверняка пройдет фронт имени Цинюка и Турчинова. Проходит Верховную Раду Лешковым. Гарантированно проходит. От сил, которых можно сейчас назвать оппозиционными, думаю, что проходит Тегибко. И есть все шансы пройти вот так называемого оппозиционного блока, с которым ассоциируют бывших членов партии регионов. Там, ну, там, седьмой номер Шуфридчо, там, я не знаю, Королевская, в общем, вот весь этот коллектив политиков. Под сомнение я бы поставил проход в парламент блока Юлии Тимошенко и партии Свободы. Пятипроцентный барьер им будет преодолеть, на мой взгляд, тяжело. Тем не менее, посмотрим, как оно будет. Ну, и понятно, мажоритарщики. Кстати, состав мажоритарщиков сильно тоже не изменится, во всяком случае, в Одесском регионе точно. Получив такую конфигурацию парламента, к чему мы приходим? К тому. К тому, что согласно новой конституции, для того, чтобы назначить премьер-министра, должна создаться коалиция, должен быть составлен так называемый договор, который бы зарегистрировал большинство Верховной Ради. И только это большинство может предложить президенту на утверждение премьер-министра. А теперь давайте посмотрим. Господа Яценюк и Турчинов не пошли вместе с Блоком Порошенко. Причем Яценюк какой-то очень странный для меня довод нашел, что ему якобы не понравилось именное название Блока. Ну, других аргументов у серьезного политика не нашлось, поэтому я считаю очень странным. На самом деле, я думаю, что глубинная причина находится все та же. Господин Яценюк хотел от господина Порошенко гарантии того, что он же останется премьер-министром, ну и, скорее всего, Турчинов останется главой Верховной Рады. Я прервусь, у нас звонок телезрителя. Добрый вечер, вы в эфире, я слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, да, я слушаю вас. Я бы хотела сказать, зачем вы так дезинформируете публику, что на грани прохождение Блок Тимошенко, это вы специально делаете? По всем рейтингам предыдущим, а их Блок занимал гораздо, вернее не Блок, а Батькивщина занимала больше процентов. Скажите, скажите, пожалуйста, на основании каких исследований в этом? А вот последний рейтинг, там на одну десятую разницу. Зачем же вы это так дезинформируете публику? Это специально, что ли? Ну, во-первых, я не дезинформирую. Вот видите, вы сказали ваше мнение, и никто его не скрывает. В любом случае, спасибо за звонок. А во-вторых, я могу сказать, что тут проблема заключается в том, что надо смотреть разные социологические исследования. Не секрет, что перед выборами социологические исследования сами являются инструментом избирательной борьбы. И очень часто партии заказывают социологические исследования и завышают себе же рейтинги для того, чтобы убедить своих сторонников в своей силе. Я не спорю с теми социологическими исследованиями, которые назвали вы, вполне вероятно, и они существуют. Я говорю исключительно свое мнение, и я не дезинформирую публику. Более того, сейчас публично хочу сказать, что это всего лишь мнение, и я ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции. Пройдет Юлия Тимошенко, я, извините, не спросил, как вас зовут, я обещаю после выборов вспомнить о вашем звонке и это сказать. Я не возражаю, но давайте будем считать, что пройдет Юлия Тимошенко, а что это поможет. Юлия Тимошенко находится в очень сложных отношениях с Петром Алексеевичем Порошенко. Вам могу напомнить, что в 2005 году, после победы Майдана, того первого, в сентябре разразился громадный скандал. Тогда господин Ющенко, считая равными своими союзниками и Тимошенко, и Порошенко, решил создать систему меры противовесов. Была увеличена полномочия такого органа, как СНБУ, Совет национальной безопасности и обороны, для того, чтобы он мог в какой-то мере противостоять такому органу, как Кабинет министров. И тогда Тимошенко была назначена премьер-министром, а Порошенко главой СНБУ. Юлия Владимировна тогда устроила очень большой кульбит, с большой комбинацией, обвинив Порошенко через господина Зинченко, который к тому времени был уже смертельно болен и знал об этом, у него был рак. И он уже прошел химиотерапию, ему сказали, ну, было известно, что его скоро не станет. Так вот, и вот тогда Юлия Владимировна оттеснила Порошенко от политики. Вы думаете, что такой политик, как Петр Алексеевич, забыл эту ситуацию? Уверен, что нет. А та интрига Юлии Владимировны у многих осталась в памяти, и не только у Петра Алексеевича. Ну, пройдет Юлия Владимировна, и давайте посмотрим. Блок Порошенко, треть голосов, ему надо будет добирать голоса. Значит, Яценюк уже не пошел, потому что он уже был готов торговаться, и в случае избрания будет торговаться. Вы сказали, что пройдет Юлия Владимировна, пожалуйста, но после того конфликта никогда серьезного партнерства между Порошенко и Тимошенко не будет и не стоит на это надеяться. Ни в коем случае. Лешко можно, многие говорят, что это проект господина Левочкина, который был близок к Януковичу. Давайте даже, если это не проект господина Левочкина, но риторика Лешко — это риторика войны. Время любой войны есть партия мира, партия войны. Лешко радикален. Лешко будет настаивать на военных действиях, а Порошенко, как мы видим, по последним шагам, в сторонник пусть худого, но мира и сохранения мира на Украине. И тут мимо. Вот мы проанализировали три политических силы, которые наверняка проходят. Может еще пройти партия Свобода, тоже радикально. Может пройти Гриценко со своим блоком. Но если партия Свободы просто радикальна, то Гриценко со своим блоком интеллектуально радикален. И тоже будет настаивать на партии войны. Учитывая, что мы имеем треть у президента, учитывая, что какую-то часть голосов, а я думаю, что это может быть до 15%, получат в каком-то соотношении партия Тегибко и оппозиционный блок, а может быть это даже и больше. Напомню, Тегибко в Одесской области на президентских выборах набрал 13%. Мы получим очень сложную конфигурацию в парламенте, которая уже после выборов вряд ли договорится. Теперь дальше мы смотрим, что по закону. У нас этот парламент, который будет выбран, можно будет распустить только через год, потому что это внеочередные выборы. То есть вполне вероятно, что в состоянии войны и с новым парламентом мы не сможем сформировать коалицию. Следовательно, у нас вместо премьер-министра будут исполняющие обязанности премьер-министра, который в этот момент будет заботиться не об экономике государства, а о том, с каким лицом он придет на следующие выборы. Вот об этих опасностях я хотел сегодня поговорить. Призываю к одному. Учитывая все эти риски, учитывая то, что мы находимся в сложнейшей ситуации с оккупированным Крымом, в сложнейшей ситуации в Донецкой и Луганской областях, на сегодняшний день мы идем к тому, что мы выберем парламент, который не получит консолидации внутри парламента, а следовательно, не будет консолидации исполнительной законодательной ветвей власти. При отсутствии реформы судов нас ожидают, на мой взгляд, очень непростые времена. И дай бог, чтобы я ошибся. Это не значит, что надо разочаровываться уже сейчас в Петре Порошенко, в Лицинюке, в Турчино, в ком бы то ни было. Я просто призываю к тому, чтобы смотреть на ситуацию критически, для того, чтобы критиковать политиков, если это необходимо, не пытаясь надеяться, чтобы потом не разочароваться. Мы понимаем, что реформы будут очень непростыми, очень сложными, нас ждет непростая зима. Если я кого-то расстроил, то извините, пожалуйста. Но журналист не всегда говорит приятные вещи. На этом я сегодня прощаюсь с вами. Большое спасибо, что остаетесь в Медиа Информ. Ну а после того, как я с вами окончательно попрощаюсь, тут же и оставайтесь. Будет интересно. До скорого.